А сейчас на телеканале Майя Удмуртия новости спорта в студии Марина Азиабина. Здравствуйте! Начну с приятной новости. В Америке, где прошло первенство планеты по пауэрлифтингу, здорово выступила воспитанница Эдуарда Асанова Вероника Оглезнева. Юная живчанка не только выиграла золотую медаль в силовом троебурье, но и установила мировой рекорд в приседании. Теперь он равен 152,5 килограммам и побила европейское достижение, набрав в сумме многоборья 362,5 килограмма. В другим темам мини-футболисты Глазовского прогресса провели первые матчи в национальной суперлиге. На выезде они сыграли с Диной, в составе которой игроки сборных в Бразилии, Испании и России. Результат в этом намерен. Наши спортсмены уступили более профессиональным футболистам 2-7. В эти минуты идет повторный поединок. Первые официальные матчи провели и волейболисты из ГТУ «Динамо». В Ижевске стартовал традиционный турнир памяти проректора Юрия Мерзлякова. Он собрал пять команд в стартовом поединке против игроков из «Терлита Мака» и о том, как наши спортсмены преодолели предсезонку, репортаж Татьяны Мальцевой. Ижевский клуб в межсезонье значительно омолодился. Сейчас костя команда – это юноша 93-го года рождения. Из них и пытается сколотить боеспособный коллектив Андрей Черков. Для этого он с командой провел несколько хороших сборов на Чекирине и в лагере ШГТУ. Ну, практически уже занимаюсь где-то полтора месяца. В зале мы только буквально где-то третья неделя у нас пошла. Все до этого была общая физическая подготовка. Сейчас немножко команда на спаде идет. То в плане, что подустали уже, конечно, ребята. Все как бы по плану. В этом году поменялась структура чемпионата. От разъездов вернулись к туровой системе. Для нашей команды это минус. Сейчас более опытные игроки, которые уже работают на предприятиях города, смогут помочь своей команде только на домашних играх. Поэтому работа с молодежью идет полным ходом. И первый поединок мемориального турнира – в первую очередь проверка на психологическую прочность. Игроки ее вроде бы выдерживают, выиграв соперников из Керлита Мако Тремон. Но после матча наставник еще минут 10 устраивает им разнос. Игра была непростая. Тяжело было в том плане, что, может быть, команда, сами видели, молодая была. Тяжело было настроиться. Но мы сделали все возможное и выиграли. Но заслуженно тренер-то сейчас разбор полетов устроил. Да, поругал каждого и всех. Тем не менее, одна победа на турнире уже есть. Она все же добавила несколько капель уверенности нашей молодежи. А впереди еще и игроки мемориального старта. Победитель станет известен в воскресенье. Не за грамме сезона южевских баскетболистов. Они вернулись из ревду с международного протяженного старта бронзовыми призерами. В заключительной встрече наши ребята обыграли команду из Казахстана, что позволило подопечным Сергеем Валерия Конотоповым стать третьими. Неплохой результат. Следующие подготовительные поединки пройдут 19 сентября в Иржайске. Продолжаем выпуск. Скорость спринтера, ловкость, гимнастов, выносливость, аэро. Все эти качества в купе дают высококлассного бронвейстера. Преодолеть за 16 секунд 100-метровую полосу с препятствием может разве что профессиональные пожары. О республиканском турнире по пожарно-прикладному спорту в следующем видеоматериале. Полная концентрация и внимание. Ведь для того, чтобы успешно преодолеть штурмовку, атлету необходимо обладать набором определенных качеств, таких как скорость, силы, ловкость, подъем по лестнице в окно. Четвертого этажа учебной башни совсем непросто. Требует участников еще и смелости. Никто не задрожал, ведь на арене собрались настоящие профи своего дела. Все они не один год работают в пожарных частях республики. И эти навыки у бронвейстеров доведены до автоматизма. А соревнования для них хорошая возможность держать себя в форме. Стимул поддерживает свою физическую форму. Мне интересен пообщаться с товарищами, которые работают в такой же охране, пожарной охране. Успешно справились участники турнира со стометровой полосой с препятствиями. Она включала в себя преодоление двухметрового забора, после которого атлеты прихватывали два пожарных рукава, пробегали с ними по бревну, потом один из них присоединяли к разрезлению и финишировали. И такая тренировка, считают участники, необходима каждому пожарному. Эти навыки спасают жизнь человека. Вырабатывает ответственность перед другими людьми. И за это ответственность за других людей. Вырабатывает ответственность через чувство плеча. Ты, получается, на пожаре работаешь же не один, а работаешь плечо-плечо с другими товарищами. Ну а лучшее время показал в штурмовке. В итоге Стас Половцев на стометровке Евгений Конев. Оба пожарных из Лоткинска. Здорово выступают только на международной арене юные бродмейстеры Удмуртии. Из Франции, где прошла Олимпиада пожарных и спасателей, 15-летние глазовчане Сергей Барышников и Степан Бегежев привезли две медали. В составе сборной России они выиграли золото в эстафете и серебро в общих командном зачете. Оба тренируются на базе Глазовского спецуправления номер 80. Регулярно пополняют копилку своих наград и наши юные велогонщицы. На этот раз в Ново-Воронеже на первенстве России они выиграли три медали. Отличилась Ксения Цымбалек. На ее счету два золота. На счету же Александра Шадрина и серебро. В десятку сильнейших также попала и наша Вера Вахрушева. На этом время спорта и стекло. Удачных вам выходных дней. До свидания.